Сегодня будет история про тигренка, который известен на весь мир. Мы расскажем вам историю про амурского тигра с самого начала. Осенью 2009 года челябинскому ветеринару привезли умирающего тигренка. У Жорика, именно так звали шестимесячного тигренка, гноилась мордочка. Глаза совсем не открывались и была высокая температура. Как вы думаете, кто в этом может быть виноват? Все это последствия человеческого безразличия и халатности. В Кургане владельцы передвижного зоопарка накормили Жорика сырой курицей. Хотя птицы с трубчатыми костями опасны для животных. Тигренок начал грызть мясо и осколки косточек расцарапали небо и там же застряли. Малышу было очень больно. Бедные животные, они не могут сами себе помочь. Если человек не поможет им, то кто тогда? Ветеринарные врачи из Кургана и Екатеринбурга махнули рукой на беду животного. Ничем ему не помогли. Они решили, что у животного флюс и совершили ошибку. Выдрали ему живой здоровый клык. Плачущего тигренка привезли в Челябинск. Шансы выжить у малыша были 50 на 50. Зверь исхудал, его вес был всего 20 килограммов. Он не мог есть, физически это было невозможно. Призвали на помощь челюстно-лицевых и пластических хирургов. Сначала остановили воспаление. Когда тигренок начал пить молоко и кушать мясную вырезку, зашла речь об операции. Из его пасти нужно было вытащить осколки и пересадить кожу. 19 операций и 2 клинических смерти. Оперировать хвостатого пациента предлагали и американские хирурги. Но везти его за границу было дорого. Поэтому иностранные эксперты приехали в Челябинск сами. Подсказали, что пластическую операцию нужно провести как можно раньше, чтобы хирургическое вмешательство было эффективнее. За полгода Жорику стало лучше. Но его ждала еще серия операций. Последние операции ему провели, когда ему исполнилось 2,5 года. Зашить щеку тигренку так и не удалось. Поэтому слева на мордочке у него осталась дырка. Через нее, даже с закрытой пастью, Жорик постоянно показывает язык. И этот недостаток стал его яркой отличительной чертой. Кстати, тигренка выкупили из передвижного зоопарка за 150 тысяч рублей. Собирали все – бабушки, дедушки. Малыши разбивали копилки. В больницах и вузах собирали деньги. Все получилось. Нужную сумму собрали и выкупили малыша. Ветеринарный врач молодец. Он занимался тигренком. Часто выголивал его, чтобы тот не заскучал. Операцию было делать очень трудно, признался врач. Было ощущение, что режу собственного ребенка. Очень привязался к нему. Тигренок был ласков к доктору. Он понимал, кто его спас. В передвижном зоопарке, кстати, сказали, что им такое чучело больше не нужно. Слов нет, конечно. Что за люди? Далее тигренку начали искать питомник. Вариантов для переезда было три. В Америку, в сафари-парк в Геленджике. Или в реабилитационный центр для хищников-инвалидов в Хабаровском крае. Последний вариант был самым подходящим. Но перелет тигра из одного конца страны в другой стоил около 300 тысяч рублей. Откуда взять такую сумму, зоозащитники не знали. История несчастного Жорика зацепила Владимира Путина, тогдашнего премьер-министра. И он выделил деньги на перелет и содержание тигра в реабилитационном центре «Утес». Все с ним отлично, живет и развивается, рассказывает ветеринарный врач, который на днях ездил в Хабаровский край навестить тигра. По тигриным меркам он уже старичок. На воле они обычно живут по 10 лет, в неволе до 20. Так что возраст своих сородичей в дикой природе он уже пережил, несмотря на то, что перенес в детстве. Правда, у Жорика начались возрастные проблемы. У тигра старческая катаракта. Также ветеринар заметил просветление окраса. Хоть шерсть и бархатная, а полоски уже не такие яркие. Каждый раз, как приезжаю его навестить, мне тяжело. Я помню его состояние и жизнь в Челябинске, и он сам переживает очень сильно. Только отойду от вольера, начинает громко кричать. Долго нюхает те места вольера, которые я руками трогал. Там остается запах. И никогда при мне не ест, даже если голодный. Мясу предпочитает общение с родным человеком. Бегает за мной. Иногда плачет и жалуется, как папе. Рассказывает ветеринар диких животных. Кстати, семью Жорик так и не завел. Из-за анатомических дефектов на морде, сводить его с тигрицей опасно. Кошки после вязки дерутся. А так как Десна не защищена, тигр мог получить дополнительную травму. Из-за чего пришлось бы снова делать ему операцию. Сейчас амурскому тигру невесты не нужны. Но два раза в год к его вольеру приходят дикие тигрицы. Ведь врач рассказывает, что Жорик дружит с ними через забор. Редактор субтитров А.Семкин